Привет дорогие друзья. Вы должны помнить этот корчеватель. Собрал его год назад, но не успел протестировать до заморозков, потому что заболел. А когда поправился, на подмерзшей земле мелкие деревья корчеватель ломал как спички. Поэтому испытания перенесли. Как и обещал, сегодня он покажет все на что способен. Поэтому не переключайтесь, будет интересно. В отличие от других, этот корчеватель имеет три неоспоримых преимущества. Максимально простая конструкция. Деревья толщиной более 6 сантиметров выкорчевывает за 1-2 минуты. Играючи. И что немаловажно, не оставляет ям. Совсем. Ссылку на ролик, где я показал как его собрать, оставлю в описании под видео и в закрепленном комментарии. Там же будут и чертежи. Корчеватель двухрежимный. В первом положении может выкорчевывать деревья толщиной до 6-7 сантиметров. Во втором до 12 сантиметров. Итак, начнем с мелочевки. Зимой многие говорили, что корчеватель будет перекусывать мелкие деревья и летом. Это сумах. Древесина хрупкая, а земля здесь достаточно плотная. Ветки толщиной где-то по 2 сантиметра. Все казалось бы против корчевателя. Но попробуем. Вот и все. Усилие не прикладывал и времени затратил от силы полминуты. Так что проблема была не в губах корчевателя, а в подмершей земле. Землю загребем, притопчем и идем дальше. Здесь уже ситуация посложнее. Посреди куста дикой розы вырос если не видны клен. Роза старенькая, ей лет 15. Велели сохранить. Если клен срубить, к лету опять вымахает. Будем выкорчевывать. Толщина ствола не менее 5 сантиметров. Корневая система наверняка между собой переплелась. Да еще и дерн достаточно мощный. Удлинитель тоже не помешает. Немного раскачаем. Пошел. Оторвали центральный и боковой корень на глубине 40 сантиметров. Куст дикой розы не повредили и вся земля осталась под кустом. Отличный результат. Идем дальше. В низине пропало две яблони. Диаметр этой около 5 сантиметров. Дерн тоже хороший, но я чувствую что идет. Корневая система хорошая. Находилась относительно неглубоко. Жалко яблоню. Эта яблоня еще больше. Рычаг корчевателя из 57 усиленной трубы. Толщина яблони не менее 7 сантиметров, от чего рычаг приходится заваливать аж за ствол дерева. Доска не дает подорвать корневую систему. Раскачаем. Пошла. Мощный корень. Самые толстые корни оторвали. И смотрите. Если немного притоптать, то и не скажешь, что всего минуту назад здесь стояла яблоня. За несколько минут мы без усилий выкорчевали 4 дерева. С лопатой потратил бы времени гораздо больше. Согласитесь, такой корчеватель заслуживает лайка. Но можете поддержать мой канал и дизлайком. Так, еще мне велели выкорчевать алычу. Тут как бы двойной ствол, но у основания одинарный. Казалось бы небольшое дерево, а упирается. Подложим доску. Готово. Ну, тут тоже хороший корень. У основания ствол где-то 4-5 сантиметра. На практике думаю мой корчеватель выдернет любой ствол диаметром до 10 сантиметров без посторонней помощи. Для деревьев толщиной в 12 сантиметров рекомендую, как уже говорил ранее, заменить болт, а рычаг наклонить и приварить градусов на 15 ниже, чем у меня. Так будет удобнее пользоваться удлинителем. Идея корчевателя не моя. Нечто подобное когда-то видел на забугорном сайте. На ютубе встречал похожие корчеватели из барабанных тормозных колодок. Их делают для мелочевки. Есть интересные корчеватели из речных домкратов. Есть и гидравлические варианты, но для дачника или садоводов это уже космос. А на мой взгляд это самый простой и удачный вариант корчевателя для деревьев и кустов. Нужен вам корчеватель или не нужен решать вам. В следующем видео хочу полностью разрезать и посмотреть как устроен 500 килограммовый засыпной сейф из СССР. А заодно посмотрим какие из бюджетных абразивных дисков режут металл лучше чем дорогие. Если честно от огромного сейфа давно хотел избавиться. А тут пришла идея для новой самоделки. Вот и решил как говорится убить двух зайцев одним выстрелом. Так что не покупайте абразивные диски по металлу пока не посмотрите видео про сейф. На этом все дорогие друзья. Спасибо за просмотр. Не забудьте поддержать канал лайком или дизлайком. Обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик чтобы не пропустить новые видео.